Алло. Светлана, все хорошо, здравствуйте, алло. Да, здравствуйте. Вас зовут Попой, дайте у моей туринга Сбербанка, меня зовут Романов Николай. Ага, здрасте. Наша операция на ваше время ожидает вашего дополнительного подтверждения на сумму 4700 рублей. Вы данную операцию подтверждаете? Не поняла, о чем? Какая операция? Четыре минуты назад с вашего личного кабинета поступила попытка перевода на Альфа-банк Романов Ролова. Подскажите на ваш перевод. Нет, не мой. Скажите, доверенные лица есть у вас, которые могут выбрать данный перевод без вашего ведома? Ну, в смысле, как понять, по какой системе могли что-то сделать, мне объяснить, какой перевод. А, у вас зафиксирована именно попытка входа в вашей личной кабинет, и у вас вашего личного кабинета попытка перевода в средства ваш на Альфа-банк Романов 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 Романов. то есть данный перевод система безопасности приостановила и на момент нашего с вами разговора и с вами автоматически связалась до вашего дополнительного подтверждения ну конечно нет, раз карта моя как может какой-то Фролов переводить, как он может там фигурировать я вас понял, подскажите вы предоставляли кому-то доступ к личному кабинету либо к вашим картам? нет, не предоставляла я вас понял, зафиксирую у вас как единоличного пользователя в таком случае проверьте вашу карту если она утеряна, ее необходимо максимально быстро заблокировать проверьте, пока я с вами на линии остаюсь на месте она не теряли? возможно ранее теряли? да нет, не теряла я вас понял, а тогда подскажите предоставляли какую-то конкретенциальную информацию как логин, пароль, возможно коды доступа на интернет ресурсах, при оплатах при регистрациях, возможно при интернет покупках да нет, ничего я не делала я вас понял, хорошо в таком случае, так как вы не выполняли данный перевод я зафиксирую факт мошеннических действий с вашего личного кабинета и по рекламу банка его временно деактивирую для безопасности ваших средств личный кабинет не будет активен в течение часа данная информация вам понятна? понятно так же подскажите пожалуйста вашу последнюю операцию, которую вы совершали именно вы что это было? перевод, пополнение, может быть оплата? в магазине расплачивалась оплата в магазине зафиксирую данную информацию когда это было? сегодня, вчера? вчера вчера зафиксирую с ваших слов 29 апреля примерную сумму вашей последней оплаты можете вспомнить? там до 500, до 1000 рублей хотя бы в таком формате до 2000 до 2000 зафиксирую данную информацию а Супербанк онлайн активно пользуетесь приложением? нет вообще не пользуетесь? ну не активно вы сказали, спросили ответ вопрос активный я говорю нет, не активно я понял возможно замечали там что заходит не с первого раза там проблемы с авторизацией выбрасывают с приложением случайно ну если телефон нормально работает значит все у меня в порядке нет я вас понял хорошо зафиксирую данную информацию скажите, а какой вы банк какой? теперь банк вас беспокоит просто звучал альфа-банк понятно нет попытка перевода была именно с вашего личного кабинета со Сбербанка на альфа понимаете? да, да именно с вашего расчетного счета да и попытка перевода была именно не с вашего региона оплаты поэтому система безопасности с вами связалась я вас понял тогда на данном этапе необходимо вас верифицировать все семьи как клиента банка для отмены операций которые вы не совершали так что услуги страхования средств совершенно бесплатно подскажите, удобно будет озвучить номер договора с банком? да нет у меня договора где его найдут прошу прощения за уточнение у вас его вообще нет или у вас его на данном этапе нет? у меня нет его я не знаю где он не знаю хорошо, я вас понял я вам заявку на перевыпуск вашего договора одну секунду хорошо, я вас понял тогда в таком случае так как договором вы не владеете то предлагаю вам пройти процесс верификации по второй форме именно по регистрационному номеру вашего пластикового продукта то есть по номеру карты зарегистрировано на ваше имя я готов фиксировать в ваших слов только 16 цифр на лицевой стороне пластикового продукта более никакой информации я не имею права запросить у меня нет в кармане ее нигде вот рядом с собой нет почему я ее должна обязательно потерять? ну потому что такие вопросы как детям задаете что мне надо делать? я работаю по регламенту банка я по другому не могу так, ну что нужно сделать? карту пойти найти? да, желательно ага, сейчас вот нашла нашли? угу хорошо, я готов фиксировать ваше слово только регистрационный номер то есть то, что на лицевой стороне 4 столбика по 4 цифры то, что сзади вы не сообщаете я не имею права запросить конфиденциальную информацию понимаете? да, да я готов фиксировать ваше слово 22.02 есть 38.01 есть 87.01 87.01 есть 98.01 зафиксировал данную информацию сейчас я перенаправлю запрос в систему для прохождения вами процесса веритикации данная процедура займет вас не более 30 секунд сейчас вы указали неверный номер вашего пластикового продукта и чего это дальше? мы указали неверный а вам для чего моя карта-то? для прохождения вами процесса верификации чтобы отменить все переводы которые вы не совершали вы столкнулись с компрометацией ваших данных а как это вы будете делать? я вам продиктую карту, что дальше? система вас директирует как клиента банка чтобы отменить те операции которые вы не совершали то есть на данном этапе удостоверимся что именно вы являетесь клиентом нашего банка то есть данной процедурой требует регламент банка далее я вас переключу просто на старшего специалиста который вам поставит двухфакторную защиту естественно и отменить те операции которые вы не совершали ну передавайте на специалиста раз вы не можете мою карту правильно записать вы не прошли процесс верификации я не имею права передавать вас на старшего специалиста пока вы не пройдете процесс верификации ну значит пойду в банк проходить эту верификацию в любом случае вы подойдете в отделение банка тем более я подал заявку на перевыпуск вашего договора но на данном этапе у вас идет списание с вашего счета вы это понимаете ну пусть списывают я напишу заявление да я напишу заявление и мне деньги вернут Светлана Викторовна такого не будет потому что с вами связался как минимум отдел финансового мониторинга и контроля то есть данная запись вам будет предоставлена естественно в качестве экземпляра а по какому адресу вы находитесь откуда вы звоните Город Москва Улица Вавилова 19 Центральный офис Сбербанка Угу Какое там метро рядом? Повторите Метро какое рядом? Я на метро не езжу Я на метро не езжу Ну понятно Ожидаемый хорошо вы ездите на машине да? Ожидаемый ответ какой памятник стоит около какой памятник стоит на Вавилово около Центрального банка кому памятник там стоит? Светлана Викторовна Успокойтесь Вы готовы пройти процесс верификации? Нет я вам вопрос задала Вы ходите каждый день туда Не я Не я Прохожу сейчас процесс верификации А как вы ходите? У вас идет списание Не у меня Как вы попадаете в банк Центральный? Вы готовы пройти процесс верификации? Вы мне можете ответить? Я хочу проверить Вы действительно работник Сбербанка? Угу Давайте я вам Перенаправлю сразу смс уведомления с номера 900 чтобы у вас не возникало сомнений что вы общаетесь с сотрудником Угу Давайте жду Хорошо Сейчас Перенаправлю данное сообщение Я связался с техническим отделом они вам перенаправили смс уведомления с номера 900 Угу Данное смс уведомление пройдет вам в течении минуты Должно отобразиться в общей переписке в банке Это обычная смс шаблонного характера А там нет способы безопасности с рекламой нашего продукта вам кликать здесь Должно вам прийти в течении минуты отобразиться в общей переписке с банком и прийти вас с номера 900 Это чтобы вы были удостоверены что общаетесь именно ведете правомерное общение с сотрудниками банка на данном этапе Угу Прочитать, да? Это сообщение Это сообщение Это сообщение Все верно Да Рекламой нашего продукта Дом Клика Дом Клик Дом Клик это продукт нашего банка если вы захотите оформить ипотеку в Москве то получите достаточно выгодные условия сроком на 10 лет Таким образом мы его популяризируем только смс уведомления с шаблонного характера Ну я так понимаю вам смс уведомления пришло правильно? Да, слушайте а как ловко у вас происходит что вы можете через Сбербанк прислать сообщение как это у вас так получается? Посмотрите смс уведомления вам пришло с номера 900 Да со Сбербанка прям удивительно Нет, я удивляюсь а как так у вас у вас что за программы стоят что вы можете через Сбербанк прислать? Что вы ответите можете мне? Успокойтесь Да что мне нервничать то? Вы же понимаете что я вам ничего не скажу ни карту нормальную ни номер не скажу я же понимаю кто вы хорошо просмотрите сообщение вам пришло в общей переписке с банком да в общей да в общей переписке так я вот и говорю а как так у вас получается? как вам это удается? вы чё взламываете даже Сбербанковский номер? как вы так можете? Вы понимаете что один отправитель так вот я и удивляюсь да не пизди не пизди ты не прикидывайся не прикидывайся ты не прикидывайся честно давай я со старшим давай я со старшим специалистом поговорю Вы идётесь неадекватно . Qual я могу пропустить ты мне сказал ты мне сказал что ты мне дашь старшего специалиста давай я с ним поговорю вы не прошли процесс верификации а теперь помолчите Чё ты мне, блядь, рот затыкаешь, ты, дубоёб хохляцкий, хохол ёбаный, чё мне успокаиваться-то, я буду сейчас тебе всё говорить, как там вы говорите, салу Украине? Хорошо, да, давайте по-другому. Горилку героям? Вы чё, блядь, заебали бы звонить? Хохлы, вам чё, денег мало? Да их у вас не было и не будет никогда. Вы чё к России привязались? Я говорю, чё к России привязались? Чё вы нам названиваете? Да, вы видите на улице Раменки, дом 23? Я живу? Да. Адрес-то откуда? Откуда ты мой адрес-то знаешь? Чё кайгостый, дворына. Козёл ёбаный, блядь, чтобы у тебя в жопе кол стоял и не оттуда никогда не вылазил. Вот звонили мошенники, задолбали. Будьте осторожны, не попадайтесь. Никто не звонит от имени Сбербанка. Только такие уроды звонят. Друзья, сегодня ко мне поступил звонок от мошенника. Я поняла, что это из Украины. И получилось так, что они мне прислали смс-ку с номера 900. Я вам сейчас покажу, что это за смс. Я провела небольшое расследование, как это делается. В общем, смотрите. Вот сообщение с номера 900. Это сообщение не от службы безопасности. Это реально присылает Сбербанк. Но как это происходит? Вы заходите. Они, вернее, так делают. Заходят в дом клик Сбербанк. Нажимают. Здесь вот ипотека, например. Так, смотрим. Ипотека в Москве. Это просто. Что они делают? Я, опускаясь вниз, все, не буду смотреть. Ну, здесь, видимо, какие там кредиты берут. Насколько ипотека. Что они делают? Вот. Получите решение по кредиту проще, чем кажется. Введите номер телефона, чтобы создать черновик ипотечной анкеты. В общем, что он сделал? Когда он мне потом смс-ку прислал от номера 900. Он просто-напросто ввел мой номер. Нажал продолжить. Я не буду этого делать, потому что мне нафиг не нужны эти смс-ки. Вот и все. И когда он это делает, мошенник, мне приходит от имени Сбербанка с номера 900 смс-ка. Вот она, она. Обратите внимание. Это сообщение не от службы безопасности. Вы указали этот телефон при регистрации в дом-клике. Он просто с моего номера ввел его в дом-клике. Подтвердите регистрацию. Код, ну, я, понятно, его заштриховала. Никому его не сообщайте. Срок действия кода 24 часа. Ну, понятно, когда я с ним разговаривала, он мне, в принципе, даже не дал прочитать это сообщение. Я начала его читать, а он там что-то мне, короче, рот заткнул и там свое понес. Вот. Но в этом, в записи, плохо слышно, он, в общем, на чисто хохлядском сказал мне три слова. Два первых слова я не разобрала, но в конце он сказал, прям хохлядским говором, ТВАРЫНА. В общем, вот так. Ну, потом он трубку бросил, и в конце то, что я ему говорила, он, естественно, не услышал. Ну, в общем, друзья, вот так и делается. Вот этот скрин я сделала, прям четко, с номера 900. Ну, делайте выводы, как они присылают эти смс от имени Сбербанка. В Сбербанк я позвонила, сообщила его номер. Так, а номер его, ну, скрин я не сделала. Я вам могу продиктовать. А, еще вот, что я обнаружила. Сейчас я покажу, что я сегодня посмотрела. Вот, этот телефон я ввела, у меня есть такой вот поисковик, кто звонил. Я ввела, так, сейчас налажу, его номер телефона. Ну, может, кому-то будет интересно так сделать. Сейчас я наберу 7, 495, 0, 40, 56, 38. Так, нажимаю найти. И что интересно, написано, что за номер, его рейтинг и категорию определить не удалось. Владелец номер пока неизвестен. Ну, я этот номер отправила. Еще вот у меня есть такая функция проверить. Проверка на мошенничество. Вот, вводите этот номер сюда. И он точно так же, в принципе, пока не показывает, что это мошенники. Так, 495, 0, 40, 56. Здесь можно отправить в Сбербанк. Так, так, вводишь код. Так, 72, 260. Проверить. Так, телефон. А, небезопасен. Внимание, на данный номер телефона зафиксированы жалобы. Риск высокий. Рекомендуем при поступлении звонков с данного номера телефона проявлять осторожность, не сообщать данные о банковских картах и пароле. В общем, вы знаете, почему пришло такое сообщение? Потому что я отправила в Сбербанк про этот номер информацию. Так, сейчас. Вот, они покупают вот в этой компании. Кордис Телеком. Вот, здесь можно купить любой телефон. Так, так, так. А, вот сюда я заходила. Вот, вот здесь продаются телефоны. Смотрите, при покупке номер 8, 800, в общем, там в подарок еще. Вот. Виртуальный АТС. На 10 рабочих мест с полным функционалом. Ну, в общем, вот так. Здесь они покупают эти номера. Ну, в принципе, все, что я смогла, я рассказала. Вот, можете по этой информации, то, что я вам... У них тут и лицензии. Вы можете полазить. Наши лицензии, сертификаты. Вот так они, эти хохлы, покупают эти номера. Вот, на этих сайтах. В чем у нас выбирают. Тут у них прям все прекрасно. Мы не скрываем, сколько на самом деле стоят услуги связи. У нас нет скрытых начислений и неожиданных счетов. Ну, в общем, полазите. Очень интересно. Короче, прям сегодня у меня так захотелось провести расследование. И я это сделала. Ну, ладно, друзья. Не попадайтесь на уловки мошенников. Будьте бдительными. Просто бросайте трубку. Даже если вам и правда из Сбербанка позвонили. Лучше просто наберите номер 900 и свяжитесь с оператором. С специалистом Сбербанка. И все вам будет хорошо. Давайте пока всем. Присылайте свои интересные записи, видео. Послушаем, как вы стебетесь над этими гадкими мошенниками. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok